Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, Михаил Портнов на канале Голос Телеконовой Долины. Здорово, казаки! Ну какие казаки? С Новым годом! Ну это, в смысле, казаки, это те, кто нас смотрит. Я творец, я создал по образу и подобию творца. Для того, чтобы творить. Есть такая мулька, что вот бессмысленно участвовать, поскольку вероятность выигрыша практически никакая. Так вы что, грин-карт-лотерею выиграли? Да. Ну и с какого захода? С первым. Раз, два, три! Ура! Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ два три по количеству участников так вроде бы до процент небольшой а 20 тысяч человек это дивизия может быть такая полномасштабная вот у нас эдуард докладывайте откуда вы вообще мы вообще приехали по 919 похоже что не отменят так что пожалуйста заполняйте документы на лотерею каждый год кто-то выигрывает увидел пьяного отойди вот с негативными с придурочными с лузерами не общаться надо дружить по жизни общаться с людьми которые сами куда-то движутся люди которые движутся они рады другому человек который тоже движется есть люди которые на вас оказывают вот такое влияние негативное ваша задача себя от этого ограничить отделить изолировать и вы что-то делаете или или микроб продолжает жить прорезетировать и в общем пользоваться вами ни один человек не родился тестером и мы это знаем ни один человек не выучился в колледже на тестер вот нет такой профессии в университете и остался воркастеризейшн документ есть гэнкарта следующем году пришел мой курс мы все тестеры нас надо немножко адаптировать какой-то другой область мы не учим тестированием его как бы вспоминаем работал я нам на своей первой позиции автомашин компании гнайт была у меня зарплата небольшая относительно 95 тысяч плюс акции я пришел в машин зон с и лентворкс по моему на 160 тысяч потом меня промотили до сеньора там подняли зарплату хорошо больше 200 казалось что в принципе большая зарплата да нужно менять вилка зарплата кого это от где-то 300 до 400 это синьер это сидит домик старенький тут подванивает миллиона не хотят ты знаешь что на самом деле мне этот дом нравится мне тоже и я вижу в нем что-то такое слушайте классного сидишь за столом да и туда раз это правит дек это их кадр который можно включить в оффер самая дорогая квартира в этом доме она стоит на продажу три с половиной миллиона квартира в трех уровнях полностью умный дом а пошли посмотрим вот вы видите даунтаун слева саус бич вон тот крайне бордовый дом это дом аль капон я начал терять вес и все было против тут у нас пепперони третий население имеет лишний вес или просто ожиревшие я две недели на диете друзья споржа мы постоянно записываем всякие показатели все что мы едим исключительно полезен они и пишут хватит худеть люди видят хватит худеть друзья я уже третью неделю уже одни не худею я призываю всех кто нас слышит отнестись к себе гуманно и поберечься я теперь в джим хожу уже два раза ходил я все по науке делают вот такие видео мне посылает михаил и чувствую себя уже фактически качком если так пойдет я вообще буду входить таких маечках бабли пугнать так чтобы через эту маечку забыть и вот секс пак там кончилось тем что я полгода ходил на физи терапию мне делали два укола гидрокартизот а не выленту по избрать то есть готов ли ты заплатить цену готов ли ты сделать то что от тебя требуется это не обязательно деньги которые ты из кармана должен нет другом совсем речь идет речь о том что нужно последовательно систематично выполнять какую-то работу очень многие люди они как бы считают что за них должны пойти и сделать то что должны сделать они сами мы поезд подогнали ты в него загрузился и мы поехали чесать там через всю там планету но поезд не имеет такого удобства как например заехать за тобой где там живешь на третьем этаже если вы чего-то хотите и куда-то рветесь и ну хотите добиться и готовы начать какие-то действия спросите себя во первых какова цена имею ли я достаточно средств чтобы заплатить не даже если я был готов а есть ли у меня если я не готов так надо не связываться идти дальше по жизни и найти то к чему ты действительно готов и и тогда что-то произойдет хороший все это к б это ходячий анекдот четыре года я там проработал представьте себе что насколько всякого мусора набилось в мою голову вот вам сразу анекдот значит тех лет такой 73 год это говорят 37 для тех кто пишет справа налево сара выбирай одно из трех или ты закроешь окно или два раза получишь по морде это это же о людях понимаете и о ситуациях которые они попадают и это же на каждом углу учительница детям в школе говорит дети знаете ли вы что у нас стране запустили спутник и мальчик там сидит и говорит мариван а у меня папа говорит что у нас стране экономику запустили тряслось все от от хохота едут две бабки в трамвае и 1 2 другой говорит дала вчера на базаре вот такие помидоры вот так а где он живет у него хорошие были качественные анекдоты не вставляю анекдота а я просто разговариваю так салям алейкум грамотяне у нас сегодня хэллоуин мои шапки там напяли такие будем нарядные анна леонидовна пощупайте пожалуйста этот а он ты знаешь ты будешь папа нету понятия таких шапках можно например кататься на лыжах это последний подарок а это предпоследний женщина привезла мне из израиля на голову надели черт знает что и сбоку бантик вот она друзья сине море тихий океан санта-круз потихонечку становится таким местом куда все должны попасть такой гамачок промеж деревьев и там человек явно какая-то тушка значит есть люди акробатикой занимаются красота друзья все минут на еще может быть там полминутки и все помашем пока пока ребят вот пока до встречи